С российской таможни мы выехали в 7 часов. Постояли немного, конечно, даже так понервничали, можно сказать. Потому что задавались такие вопросы нелепые. Ну и все связанное с политикой, в общем. Не будем ничего озвучивать. Ну ничего, прошли и прошли. Заехали, вот мы опять сделали остановку, где нужно произвести оплату. За проезд по национальному парку, теперь Российской Федерации. Не знаем, как дальше, но как мы только выехали с таможни, конечно, сильно большая разница была с латвийской территорией. Там и асфальт поровнее что-то был, и трава подстрижена. Ну посмотрим, как здесь будет. Уже видно, что очень хорошо. Ага. Сел, поднялись мы на высоту эфа. 30 чем-то метров, да? Нет, по-моему. Высота дюны. Вот так вот они выглядят вдалеке, такие нетронутые. Но тут все равно кто-то тронул, кто-то ходил, нарезал круги. 42,2 высота эфа. Нет, подожди, высота эфа 42,2 километра. Правильно. А, это протяженность его. Да. Да нет, не может быть как-то. 42,2 километра высота. Ага, а что это? Ну да, по идее, да. Площадь, площадь, наверное. Ну же площадь. Да, около 40 метров. 40 метров, вот, пожалуйста. Так что я прибуду. Говорила близко. Так. Значит, это вот Куршская коса. Это Курский залив. Курский залив. Вот там вот Балтийское море. ...танцующего леса. Наверное, идем в его сторону. Но аномальные явления уже проявляются. Вот уже какие стволы деревьев. Они с изгибами. Ну, дальше будет еще круче. Ай. Ну вот, вот такие вот стволы деревьев. Вот как вот. Почему они так завелись? Объяснений этому нет. А вот дерево. Ну, прямо же закрутилось в петлю. И это вот такое. Существует несколько версий происхождения изогнутых, вот, закрученных кольца деревьев. Это биологическое, биоэнергетическое и геоаномальное. Какая из них, неизвестно. Я не знаю, как кому, но этот лис не понравился. Ну, вот как так? Ну, почему не ровно? Непонятно. Ну, а все непонятное людям интересно. 9.32 на часах. Заехали мы в Солнечногорск посмотреть, что за городок, ну, хотя бы так, одним глазом кинуть. Потому что мы его знаем только по месту проведения КВН-а. И как всегда, берешь телефон в руки и нечего снимать. Чего так? Глаза, голову, посмотрите по месту. А у вас трое. Интересно, какая у них тут цена на квартиры. Даже трампы не нравятся. Пусть это в какой-то момент, раз, и сменится все жанры для ППМ-некорода предусмотрено. Еще лучше открытый, чем малого, потому что это может приходить. Такой маленький городок, вот, постройки для этого, этот, самый маленький. Ага. Ух, Светлогорске. Вот здесь вот проходят концерты. Вот сюда приезжают КВН, в этот концертный зал. Вот елочка приедет скоро. Бутуса. Да, да, и люди. Да. Улица Ленина. Люди тут прогуливаются, да, центральная. Развивается, видно, все строится, новые гостишки. И частные дома. Хороший городок, очень даже. Вот, смотри, справа, тут такая... И вот тут уже у меня. О, смотри, как красиво. Ну да. Красиво, но я не могу сразу во все... Во все эти... грудить. Ну, допущу я вам. Хороший курортный городок, правда? Класс. Не планировали в него заехать, даже вообще не пожалели, что и заехали. А вот тут вот полно всяких лавочек с янтарем. Продают янтарь вовсю. Киржач, город старинный, почти 700 лет. Фонтаны. Фонтаны, кафешки. Кафе полностью, все есть негде. Вот слева было кафе. Вот, планета янтаря. Ох, все горит. Заехали в Балтийск. Сейчас вот стоим на площади... Что за площадь какой-то славы? Балтийская слава. А, так и называется, площадь Балтийской славы. Вот здесь лодка. А вот это, как называется, пушка. Я не знаю. Какой-то обелиск. Герои Великой Отечественной. Ну, это больше похоже на флакс. Там впереди маяк. Потому что возильные убивают. Там тоже какие-то корабли. Старые впереди. Маяк красивый. Ну, подошли вот мы к берегу. Тут вот такой вот корабль огромный. А вот там паром пошел уже на Балтийскую косу. А с этой стороны Петр Первый Сматривался вдаль. На Европу. Ставим мы сейчас на берегу Калининградского края. Ну, с той стороны, видите, Балтийскую косу. Да, какие там корабли и грузовые огромные. А вот это вот памятник Елизавете Первой. Это ровнее, да. Так. А вот на этой площадке вот мы так поняли, что остановилась съемочная группа. Наверное, тут снимают какой-то фильм. Сейчас мы подъехали к форту номер пять в Калининграде. Возьмем, купим билет входной и пойдем внутрь форта. А вот так вот оно выглядит. Вот так вот. Входной билет на взрослого 150 рублей. Школьники 50. До школьники бесплатно. Вот вход в музей. Пойдем посмотрим. Вот такая вот карта-схема форта на 1878 год. О, здесь в подвалах прохладно. Так сыро. Плохо видно, что под ногами. Строение сколько лет? Ужас. Так. Еще какой-то узкий коридорчик. А теперь последний номер нашей программы. Я призываю молодежь. Прежде всего, молодежь, студентов, скольников и очень стройных вам нашу въехать на куры. Сейчас прорезу два самых-самых низких и узких куры. Кто пойдет, тот со мной. Все, все остальные как с собой. Не рискуйте, там и не рискуйте. Не рискуйте, там и не рискуйте. Так, под ногами вода. Нужно переступать. Оп, оп. Оп. Давайте, низкие и узкие лабиринты. Нет, может быть, обратно пойдем. Нет, 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 нет. Это у нас такая маленькая такая закалючка. Так, внимание. Очень сложно сейчас. Оборонительные рубежи. Ой! Так, какая-то лестница, ведущая вверх. Ими каменными ступенями. Ох! Ничего себе! Пойдем дай ее быстренько. Девайся. Поверните. Замок Нессельбек. Место назначения. Отель Нессельбек. Отель Нессельбек. Очень такой вот колоритный. Представляет себя, да? Формы замка. Вот с элементами современной архитектуры. Уже такие большие панорамные окна вставлены. Флюгеры крутятся на ветру. Там с балкона пышут огнем два дракона. Замок имеет свой ров. Там есть вода. Даже вот такие уточки. Уточки. Уточки пластиковые. Так. А вот мост. Красоту построили. Молодцы. Очень классный. Лев. Ребята вон нашли. Каких-то двух скелетиков. А это что за скелетики? Хранители замка. Хранители замка. Кстати, вот. Легенда народа прусского. Земли прусские в древности носили название. Ульмигания. Стояли крепости. Их замки. Вот легенда об одном из них. Ну, и т.д. и т.п. Короче. Все же мы не будем читать. Стадион Калининграда. Какая-то арена. Подъезжаем к фридландским воротам. Сейчас из автомобиля еще плохо их видно. Вход касса есть. Ваши есть, да. Смотри. Вы прибыли к месту назначения. А вот это вот. Областная филармония. В Калининграде. Здание достойное восхищения. Супер. На концерт хотелось бы даже попасть. Вторые ворота. Кёнигсберга. Брандебургские. Впереди. Красивые. Да, вороты. Красивые, но очень меня поразила филармония. Вообще, как-то прям аж взрыв мозга. Это ж прям в кафедральном соборе. Это, ой, классно. Там органная музыка, концерты. Это, смотри, классно. Вот они, ворота. Проезжаем реку. Самолет какой-то там. Катера какие-то огромные прям. В центре Калининграда. Здесь остались еще дома прежних лет. Немецкие. Что не радует. Потому что архитектура красивая. Вот за деревьями тоже не видно дома. Они так отличаются друг от друга. О, да. Красавчики. Через 400 метров Поверните направо на съезд. Машину мы поставили на вот такую вот огромную парковку в центре Калининграда возле заброшенного дома профсоюзов. Такое огромное здание. Но по какой-то причине это заброшка. Может, она в аварийном состоянии. Какая причина, неизвестно. Вот там вот кафедральный собор. На острове. И есть там еще могила Эммануила Канта. Сейчас пойдем смотреть. Там впереди где-то эстакадный мост. Слышали в интернете, люди писали, что с него получаются красивые снимки. И музей Мирового океана где-то рядышком. Ну, а так вот площадь вот так вот выглядит. Вот мы проходим по мосту через реку Новая Преголя. Вот на той стороне, вернее, вот это уже остров Канта, расположен кафедральный собор. который уцелел именно благодаря Канту. Потому что Кант был приверженцем теории марксизма. Спасибо, Кант, за предоставленное удовольствие увидеть такую красоту. Жалко, что, конечно, Королевский дворец 60-е годы разрушили до конца основательно. вот на этой стороне еще какой-то храм. Там впереди вот маяк. Вот на мосту вот такие вот фонарные столбы. мы идем сейчас на остров Канта. Новая синагога. Большой тоже храм. Сниму еще с этого места такую вот панорамку. вот здесь вот мастер изготавливает изделие изделие из стекла. Вот это могила Эммануила Канта. Здесь находится его прах. И, как я уже говорила, он спаситель этого кафедрального собора. Так вот с этой стороны выглядит кафедральный собор. Он великолепен. Воистину великолепен. Это областной центр культуры молодежи. Как-то не похоже, да? Вот это вот строится музей Мирового океана. Или достраивается. Наверное, это вот уже его действующая часть. А может быть и нет. Мы еще не успели подъехать. А, вот это он только впереди. Да. Понятно. А что же тогда за вот это сооружение круглое? А то один из этих. Сейчас мы на территории музея Мирового океана. Вот тут такой вот стоит противолодочный самолет. Истребитель. А вот подводные лодки. Одна, вернее, вот из них В-413. В-413. В билетике? Сколько тысяча рублей? А, да. Это с кого? С ребенка или со взрослого? Со взрослого. А если идете в двое взрослых один ребенок, поддаем за пустын. Сборькой в игре с его, смотри. Ну и не видел. Английский флаг висит, лень. Штырковый. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-ак. вот он четыре башни а вон какой корабль огромный ого ух ты там мощь и вот интересный куб на нем написано h2o сюда заезжали мы по мосту по вот этому он такой прикольный внизу ездят машины на автомобиле а сверху прямо на дни железнодорожные составы так вот здесь вот режим работы музея мирового океана и сегодня вторник и нам как всегда вот везет во вторник что у нас тут только главный корпус аквариумы все все остальные экспонаты закрыты ничего стоим мы сейчас на площади победы от справа храм христа спасителя здание мэрии там технический университет где-то торговые центры фонтаны красиво хороши цены на центр через 300 метров заехали дома на площадь победы вот с другой стороны торговые центры с одной стороны с другой стороны акрополь вот университет справа вот это технический университет красивый забор в стиле старинный сделан сталинский амфир каренградский университет какой-то там что-то там впереди музей янтаря янтаря сейчас подъедем ближе стоим у розгортенских ворот вот справа памятник Александру Невскому ну а вот там вот слева находится музей янтаря сейчас будет зеленый и мы побежим смотреть его вот вход в музей янтаря вход в музей янтаря сладный а сколько стоит вход а сколько стоит вход Гауя. Сейчас мы у бастиона Грольмана. Вот так вот выглядит это строение. Дальше хода нет, поэтому попробуем зайти еще с другой стороны. Бастион Грольман является памятником архитектуры оригинального назначения. Вот постройки 1851. И он подлежит государственной охране. Закрыт сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok